Молодежная студия ансамбля «Кантели» исполнила для ребят карельские песни и танцы, но и сами малыши не остались в стороне. Воспитанники детского сада номер 20 сыграли на «Кантеле». Мне, как музыкальному руководителю, очень хотелось, чтобы зазвучала карельская музыка для всех детей. Фестиваль народной музыки «Волшебная сампа» проходил не только в музыкальном зале и был посвящен в целом культуре карелов. Специально к празднику дети вместе с родителями оформили вот такой краеведческий уголок. Вручную воссоздали национальные предметы – самотканные дорожки, скатерти, посуду, предметы одежды. В нашем уголке также собраны тряпичные куклы. Кукла-пеленашка, кукла-крупеничка, кукла-рванка, кукла-зернушка. Вот такой оберег куклу-рванку София сделала вместе со своей мамой. Все куклы безликие. Суеверные карелы верили, что в таких не вселится злой дух. Кстати, и у этой группы теперь тоже появился слой оберег «Десятиручка». Его ребята сделали вместе с воспитателями. Сегодня вы пришли ко мне в гости в горницу, девица-красавица. Перед вами ваше рукоделие. Возьмите в ручки. Девочки вышивают на полотенцах старинные карельские орнаменты. К фестивалю готовились основательно. Целый месяц воспитатели читали детям калевалу. В этом году праздник проходит по мотивам карело-финского эпоса. Пока девочки вышивают, другая часть группы рисует картины по мотивам калевалы. Что такое ты рисуешь? Мельница сампа. А ты знаешь, что делает мельница сампа? Да. Что? Она мельит муку, соль и деньги. В день проведения фестиваля «Волшебная сампа» съемочная группа телеканала «Сампа ТВ-360» предложила детям попробовать себя в роли телеоператора и журналистов. Тайя Романенко, Соня Иванова. Специально доставка ТВ-360.